погода у нас стоит отличная и сейчас мы собираемся наконец-то попробовать доехать до деревни севастьяновка на этом купила цеда коляноч нас немного покидают он едет по другим делам он едет за серегой до моста до сурского до понтонного заодно еще купят они шашлычку все не на вечер ну а мы здесь сам отправляемся на целый день поисках заброшенной деревни до кефирец на кефирец сегодня первый день пасха с чем я вас всех и поздравляю поэтому сегодня мы пьем кефир едим мясо подожди а кто нам привяжет и нам не дал нить сейчас бы уехал не веревка у тебя было ну что нужно уже уезжать с этого места потому что здесь уже он хищник кружит всем привет сегодня у нас второй день наших приключений сейчас мы поедем искать заброшенное старое село и рядом там еще деревня заброшенная в общем и вот сейчас мы заехали чтобы наши начинания были как бы нормально на место святого колодца и сейчас серёга легенду расскажет ну легенда очень простая в свое время в каком-то там давнишнем году везли икона везли по моему в казань насколько я помню и вот лошади проезжали здесь в этом месте вот и по легенде они просто здесь остановились и дальше ни в какую не захотели идти вот тогда решили было решено оставить иконы именно здесь и здесь как говорится нашли святой колодец вот источник поставили колодец и вода здесь очень очень хорошая не протухает годами может так сказать свое время мы набирали ее канистру она стояла по моему больше двух лет после двух лет мы пили не запаха ничего вот покажи сейчас попьем водички а вот так это в каком году то было 26 июня 1927 года рассказывал прихожану священник отец заметил 500 лет назад через майдан то есть двадцать лет и 500 на вернее курмыш икону греки в курмыш в курмыш значит не в казань икону тихоевской божьей матери в карету была впоряжена тройка карих лошадей греки решили отдохнуть на краю села тут протекала речка и был хороший родничок вдоль речки стояли избенки крытые соломой на самом краю жил дед константин село уже было большое была церковь во имя дмитрия солунского жители были богаты верой в бога когда греки накормили своих лошадей шелковистой травой отдохнули сами запрягли лошадей чтобы ехать дальше а кони не идут водщики заплатили матерь божья ведь мы тебя везли в назначенное место там тебя ждут а ты видно захотел остаться в этом селе пошли они к деду константину попросили свежих лошадей мол наши наверное устали запрягли лошадей они тоже не с места и впрямь видно богородице понравилось это место тогда подошли двое майданских мужчин и на полотенцах отнесли икону в майданскую церковь поставили ее в храм отслужили молебен греки со слезами уехали вот так произошло явление иконы тихинской божьей матери в селе мажаров майдан нижегородской губернии с тех пор каждый год после обедни в храме поднимают иконы и все идут на тот самый родничок теперь уже колодец где священники служат молебен в водосвятие брызгают святой водой на молящихся люди сами обливаются водой и набирают ведра и бедоны для пользования ее дома иконы тихинской божьей матери чудотворные целительные во все века к этому дню в майдане стекались больные люди обливались ледяной водой исцелялись та икона не была написана на доске а была выполнена как культура летая после закрытия храма в 1937 году икону жители села сохраняют но однажды все-таки милиционеры и решили отобрать верующие старушки не отдают милиционеры тянут икону в одну сторону старушки другую и таким образом икона разломилась сама богородица осталась в руках милиционеров а младенец у старушек он сохранился до сих пор многие многих заинтересует этот рассказ чудодейственной иконе прихожане села приглашают всех желающих приезжать майдан храм храм правда возводится не так уж быстро как бы хотелось из-за недостатка средств уже возведены каменные стены возводится он там же не стоял старый церковь на улице пивоварик но сейчас уже и полночь а вот то что вот и вчера мы ходили это как раз вот и есть вот этот храм возведен и даже написано приезжайте испытайте на себе силу церебной воды а любое даже самое малое пожертвование на храм ускорит его возведение ну храм уже драм уже установили по крайней мере приглашают приехать испытать что мы сейчас и сделаем но я как каждое лето испытываю до сих пор живу вам советуем приехать если мимо где-то проезжаете в общем смотрите сейчас мы тоже поедем на поиски села а покажи тут вода достаточно близко да ну совсем сейчас так что сделали под купель да вот это уходит вот так вот да но оттуда же как будто а вообще вот точки зрения допустим как на физике здесь говорят очень много серебра в этом колоссе и из-за того что серебро обеззараживает воду на дне очень много серебра почвы когда да где-то на штамме да так вот так ну что делается вот так ледяной у меня как раз нос болит очень сильно бровь и дать гаймарин вот очень надеюсь что все это поможет и мы попить давайте прям умываешься ощущение вообще они чувствуют что она холодная она прям ледяная на умываешься и как-то ну все теперь я теперь я пойду на выздоровление больше чем уверен теперь я все сейчас поедем на поиски село было большое церковь рядом как бы старое кладбище указано на картах вот и перед ним не доезжая еще должна быть старая деревня еще мы через эту через ялму вчерашнюю проедем еще там тоже поснимаем немножко в общем не выключайте смотрите да наш копомобиль сейчас поближе еще отдельно снимем копомобиль наш сегодня мы на супер копомобили вот тут смотрите какие деревья вековые да а когда произошло как бы это чудо крест добротный а здесь собственно как бы я понимаю так и должна быть это икона ребята такие вот места здесь чудодейственные сейчас я вам копомобиль наш продемонстрирую сегодня мы поедем на оке она как бы легкая из-за этого проходим и хотя у нас опять тучки собираются главное чтобы нам сильного дождя не было дорогу чтобы не развезло вот он наш пепелац как где здесь переступал пепелац приехал сюда упокоиться проехал 600 километров почти и будет дорабатывать здесь свои последние дни но заодно послужит нам копомобилем вот такая вот точила давай уезжай рабочая лошадка а а а а а а Играет музыка. Вся прелесть в ее компактности, легкости. И поэтому увеличивается качество ее проходимости. Собственно, от этого и проходимость. У меня сразу легче стало. Я умолзся водой. Она видать что холодно, там сосуды сужают. Единственное, что вы видишь, как бы тучки начинают ходить. Тучки, да. Ну ладно, нам не страшно. Она легкая, мы ее вытолкаем. Причем удивительно, хочу сказать так, что вот если тучи идут в Майдане, не факт, что когда мы выйдем, они будут там. Здесь вообще такие какие-то зоны, ямы. У нас бывало так в Пильне за 10 километров от нас. Идет дождь, у нас в Майдане не капельки. Иногда наоборот бывало. Пусть как бы да, такая, возможно, какая-то аномальная зона гео. Ну вот вчерашний случай, я до сих пор вот в сроке. Как ты рассказывал, что дождь обходит как бы стороной. Да, может туда именно. Везде дождь, а здесь нет. Удивительно. Ну, в общем, в принципе, что для нас вообще в отдых сейчас все это приключение. Это вообще... Такие небольшие траблы, они являются только наоборот приключением. Когда есть цель, и мы ее сейчас попробуем достигнуть. Все, смотрите, продолжение. Даже современная магнитола с USB-кодом. Так что наш пепелац дорогого стоит. Хе-хе, дворника вот тут. Местный клуб, дом культуры. Девочки. А что ты снимаешь вниз? А? А, он широкоформатный. Поэтому здесь надо немного сюда, да, чтобы твоя голова не была. Да, вот, обрезанная. Рыбий глаз как бы. То есть вот, держа так, он, наверное, он досюда добивает. Досюда и ноги еще снимает наши. Надо привыкнуть к такому. Формат. Ну, нормально. Тут люди ходят, они вообще... Спокойно. Да, здесь потому что очень мало машин ездят здесь. Приоритет у людей. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok